Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шапержан. Особое приветствие за подписчиком моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И здесь мы будем рассматривать продолжение упражнений для шеи. Именно описание упражнений для шеи. Итак, сядь ровно, положив руки на колени. В течение нескольких секунд держи голову вертикально. А затем медленно поверни ее влево до тех пор, пока это возможно. В конце движения сделай усилие, поверни ее еще чуть-чуть. В самом таком положении, еще чуть-чуть надо повернуть. Тебе это удастся, потому что в действительности она может поворачиваться больше, чем ты думаешь. Затем медленно верни голову в прежнее положение так, чтобы смотреть прямо перед собой. Вот из этого положения, вот сюда, да. Как и раньше, поверни ее немножко больше, чем перед собой. Сделай паузу на несколько секунд. А затем поверни голову вправо. Вот так получается. Как и раньше, поверни ее немножко больше, чем тебе кажется возможно. Можно еще добавить. Проделай это так, чтобы ты практически почувствовал, как ржавчина осыпается с твоих костей. Как скрипят и щелкают щейные позвонки. Повтори это упражнение несколько раз. А затем сядь снова ровно. Можешь ли ты сидеть как-то по-другому после такой прекрасной разминки. И сделай несколько глубоких вдохов. Это должны быть по-настоящему глубокие вдохи с задержкой дыхания на промежуток около 10 секунд. Подышав так в течение минуты, наклони голову влево как можно сильнее. И постарайся коснуться ухом левого плеча. Это вот так получается. Задержи голову в этом положении на секунду и затем верни ее в исходное положение. Вот сюда. Постарайся сделать так, чтобы голова опускалась каждый раз немного ниже. Через секунду или около того сделай то же самое в другую сторону. Во всех паузах между движениями делай глубокие вдохи и выдохи. И теперь еще один шаг. Но сначала глубоко вдохни и выдохни весь воздух до конца. Снова глубоко вдохни. Дай возможность голове опуститься как можно ниже. Так, чтобы она почти касалась подбородком груди. Вот так. Дай голове вернуться в исходное положение и оставь ее так на некоторое время. А потом после нескольких глубоких вдохов наклони ее как можно дальше назад. Для того, чтобы не причинить себе никакого вреда, все эти движения не следует выполнять слишком быстро. После некоторой практики ты сможешь делать их все быстрее и быстрее. После окончания этой серии упражнений сядь и подними руки так, чтобы они коснулись затылка. Теперь помассируй шею большими пальцами. Пальцово-большими, да? Ты заметишь, что это помогает улучшать самочувствие и сосредоточиться. Следует подчеркнуть, что все описанные мною движения не имеют никакого отношения к метафизическим вопросам. Как и любые другие физические упражнения. Все они полезны для тела. И на Востоке ты не встретишь ни одного адепта, который бы занимался ими по каким-то метафизическим причинам. Оккультные упражнения должны быть по самой своей идее чем-то совсем другим. Они не имеют никакого отношения к физическому телу. Однако многие люди занимаются бессмысленными изменениями положения тела и считают, при этом, что становятся великими оккультистами, тогда как в действительности они знают, что ничего оккультного в их тестях нет. И все это лишь громкие слова. Вот такие упражнения для шеи дают деятели восточной эзотерики. И, конечно, нам это тоже полезно применять. Именно для физического тела. На этом до свидания. До новых встреч.